Телефонные звонки, социальные сети и электронная почта. Вот традиционные источники для вопросов в голове города Пущино Ивану Витальевичу Савинцеву. Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие пущинцы. Ну, вначале такой вопрос, Иван Витальевич. Как обстоит дело с дорогой к участкам многодетных семей? Ну, во-первых, нужно заметить, что у нас уже два участка, на которых предоставлены участки по 12 суток для многодетных семей. Это так называемое Балковское поле и так называемое Грызловское поле. Мы выполнили указ президента, мы выполнили программу и правительственную, и областную. И на данный момент у нас предоставлены земельные участки всем нуждающимся и всем соответствующим действующему законодательству многодетным семьям. А действительно, в соответствии с действующим законодательством, в обязанности органов местного самоуправления входит обеспечение этих участков всем необходимым и инженерной, и транспортной инфраструктурой. Да, это наша задача. С Грызгловским полем, с теми участками для многодетных дело обстоит проще, потому что рядом планируется и уже начинается создание индустриального парка, соответствующей транспортной инфраструктурой, и дорога должна пройти как раз вдоль многодетного поля. Гораздо сложнее с Балковским участком. Дорога там необходима, пока мы не в состоянии предусмотреть в нашем бюджете, а это задача как раз местного бюджета, предусмотреть необходимые средства для проектирования и строительства этой дороги. Я надеюсь, в следующем году, когда у нас будут, а обычно это бывает, мы стараемся получить дополнительные доходы в бюджет, мы учтем, предусмотрим хотя бы разработку проекта этой дороги. Мы постараемся, пока эти планы не зафиксированы, к сожалению. Иван Витальевич, еще один вопрос. А без антигололедного реагента нельзя обойтись, спрашивает телезритель. Пущино был очень уютным, когда дороги посыпали песком, и был экологической жемчужиной Подмосковья. А теперь получается, что в городе биологов мы будем травить почву вот этой гадостью, цитируют телезрители. Хороший вопрос, вопрос звучит постоянно, из года в год, когда начинается зима, в зимний период. Нам приходится выбирать, что для нас важнее в критичные моменты, когда особенно в значительной степени наши пешеходные зоны покрываются льдом, ледяным покровом, который очень сложно механически убрать. Что для нас важнее, риск действительно нанести урон окружающей среде, либо здоровье наших жителей. Что важнее, нам не нужны ушибы, травмы, переломы ни в коем случае. Поэтому муниципальное учреждение благоустройства использует песчано-соляную смесь только в самых крайних, в самых критичных случаях, когда действительно гололед в такой степени, что с ним уже не справится с помощью тракторов, с помощью лопат. И при этом, мне сегодня рассказывали специалисты, используют песчано-соляную смесь с минимальным, не более 3% содержанием соли. Еще раз подчеркну, используется она в самых критичных, в самых необходимых случаях, и мы стараемся делать это минимально. Впереди важное политическое событие, выбор президента России, определение будущего страны. Как ведется подготовка ко дню голосования? В чем для нашего города будет заключаться этот процесс? Подготовка только-только начинается на днях, буквально на днях. Центральная избирательная комиссия объявила официально дату, процесс и процедуру начала выборов президента Российской Федерации. Выборы состоятся 18 марта, уже пошел обратный отсчет. Объявлены выборы ровно за 90 дней. Естественно, это самое важное общественно-политическое событие следующего года для всей страны, для Подмосковья, для нашего города. Мы являемся неотъемлемой частью Подмосковья. Какова ставится задача? Задача ставится одновременно простая и в то же время очень серьезная. Выборы должны пройти в строгом соответствии с законом. Они должны быть чистые, честные, легитимные. Так, чтобы ни у кого не возникло сомнений в законности их проведения. Это наша главная задача. Это задача территориальной избирательной комиссии города Пущино. Это задача администрации города. Для этого у нас сформирован специальный координационный совет по организации подготовки и проведения выборов. Уверен, что это задача общественных, наших организаций, федеральных структур, которые расположены в нашем городе. Выборы должны состояться строго в соответствии с действующим законодательством. Без нарушений. Мы очень постараемся это сделать. И уверен, мы эту задачу выполним. То есть все участки будут предоставлены, все необходимые условия будут выставлены, предъявлены городу, будут соблюдены? Да, до выборов осталось менее 90 дней. У нас еще будет время, чтобы осветить, как идет подготовка, как идет проведение всех мероприятий подготовительных к этим выборам. Мы будем рассказывать, показывать территориальную избирательную комиссию работы, участковые избирательные комиссии, а у нас там есть изменения и по нарезке, по формированию избирательных округов. Есть некоторые новшества в избирательном законодательстве, соответственно, в процедуре выборов и голосования. Иван Витальевич, декабрь, время рассмотрения и утверждения главного финансового документа, бюджета города. Каковы основные показатели этого документа? В чем ключевые проблемы? Он столь же сложен, как в этом году, или есть подвижки к лучшему? Давайте, в первую очередь, мы обратим внимание на то, что бюджет следующего года, а на самом деле у нас бюджет теперь трехлетний, мы говорим о бюджете 2018 года, это план, это проект. И когда мы берем два документа, утверждаемый бюджет на следующий год и отчет об исполнении бюджета в конце года, но это, в общем-то, документы разные. Цифры, строки, бюджетные строки сильно отличаются в одном и другом документе, потому что в течение года мы очень серьезно корректируем бюджет. Появляются дополнительные источники дохода, те, которые мы не могли спрогнозировать изначально. Появляются непредвиденные источники расходов, участие в программах, новые обязательства. И бюджет — это живой организм, он очень серьезно меняется в течение года. Тем не менее... Обычно растет. Обычно растет. Нам важно проект бюджета, принимаемый, сформировать максимально реалистично, чтобы не ошибиться в обратную сторону, в минус. Это первая задача. И сделать так, чтобы реально доходная часть бюджета была больше. Сложно спланировать, но мы стараемся. Ищем дополнительные источники, участвуем в программе. Тот план, который сформирован сейчас, он похож на проект бюджета предыдущего года. Мы выносим его на рассмотрение и утверждение на ближайшем заседании Совета депутатов. Я думаю, все пройдет. Все пройдет успешно, и он будет утвержден. А дальше над ним нужно будет работать. Выполнять. Исполнять и наполнять. Спасибо большое, Иван Витальевич, за беседу и за ответы. Спасибо вам. Приглашайте еще.